Архангельские корабелы Михаил Дмитриевич Портнов начал свою карьеру с подмастерья на Соломбальской верфи. В период с 1765 по 1768 года посетил Данию, Англию и Францию для изучения корабельной архитектуры. По возвращению в Санкт-Петербург строил по составленному им чертежу разборное судно длиною 28 футов для перевоза тяжелой артиллерии и 66-ти пушечный корабль Святой Георгий Победоносец. В 1771 находился в Казани. В 1773 году был командирован в Архангельск. До конца жизни трудился в Архангельском адмиралтействе. Построил в Архангельске 38 кораблей и 24 фрегата. Окончил жизнь в ранге бригадира. Другой знаменитый кораблестроитель Василий Артемьевич Ершов работал на Соломбальской верфи с 1824 по 1842 год. За восьмимесячный срок до Черноморского флота в 1826 году построил линейный корабль «Азов», выдержавший тяжелое испытание. В Наваринском сражении у берегов Греции «Азов» стал первым гвардейским кораблем военно-морского флота России. В сражении отличились командир корабля, капитан 1-го ранга Лазарев и лейтенант Нахимов, митчман Корнилов, будущие герои Севастополя в Крымской войне. В Архангельске и в Соломбале готовили моряков, лоцманов, шкиперов, кораблестроителей. Продолжалась подготовка специалистов морского дела и после закрытия Архангельского адмиралтейства в 1862 году. В 1711 году была открыта школа мастеровых. В 1740-м адмиралтейская школа, а к началу XIX века лоцманская школа, преобразованная позже в лоцманское училище. В 70-е годы XIX века экипажи рыболовных и торговых судов уже комплектовались русскими мореходами. По указу Екатерины II в 1786 году из Холмогор в Архангельск была переведена мореходная школа. Затем она влилась в народное училище, потеряла свою самостоятельность и в 1804 году последний мореходный класс при училище был закрыт. Состояние мореплавания и торговли на севере настоятельно требовало открытия здесь морского учебного заведения. По ходатайству архангельского губернатора Степанова в 1839 году начали готовить документы для открытия навигационных классов в Архангельске и Кеме. Проекты положения о шкиперских курсах разработали министр финансов Канкрин и адмирал Крузенштейр. В ноябре 1841 года шкиперские учебные курсы открылись в Архангельске. Курсами заведовал главный командир Архангельского военного порта капитан 1-го ранга Трескин. В первой половине 70-х годов на побережье Белого моря в Сумском посаде, Онеге, Патракеевке открываются мореходные классы, готовившие штурманов каботажного плавания. В конце 1891-го архангельские шкиперские учебные курсы были награждены малой золотой медалью за полезную 50-летнюю деятельность. В 1840 году в Пустоши была открыта школа для детей из семей лоцманов. Обучали грамматике, арифметике, иностранному языку. В 1902 году шкиперские курсы были упразднены. Их заменило учебное заведение более высокого ранга – Архангельское торгово-мореходное училище, открытое в 1899 году. В 1905 году в Соломболу было переведено Лоцманское училище, действовавшее до 1918 года. Торгово-мореходное училище преобразовано в техникум, затем в институт. В настоящее время институт готовит техников-судоводителей. В Соломболе молодые люди получают технические морские профессии в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова. Со времени первого визита Петра I в Архангельск на Соломбольской верфи строили большие торговые и военные корабли для пополнения Балтийского флота. В 1702 году в третий приезд царя в Архангельск со стапелей верфи сошли малые фрегаты «Святой Дух» и «Курьер». В 1710 году на воду были спущены два 32-х пушечных фрегата «Святой Петр» и «Святой Павел» и «Транспорт» «Святой Илья». Летом 1714 года на корабельной верфи было построено 126 судов. При Анне Иоанновне все Петровские линейные корабли, вооруженные пушками, построенные с 1714 по 1725 годы, утилизированы по ветхости и начали строить парусные суда из лиственницы. В годы правления Елизаветы Петровны в Соломбале начали строить 54-пушечные и 66-пушечные корабли и все русские фрегаты. При Екатерине II темпы кораблестроения в Архангельском Адмиралтействе ускорились. В годы русско-шведской войны ежегодно со стапелей спускали 7 кораблей. Всего было построено 25 кораблей и фрегатов. Последний парусник построили в годы правления императора Николая I. Это был линейный парусный корабль «Велогош». Последний в России парусный фрегат под названием «Диана» сошел с Соломбальских стапелей в 1852 году. Начинался период строительства парусно-винтовых и винтовых кораблей. В 1853 году первым из них в Соломбале построили винтовой фрегат «Полкан» через три года Илья Муромец. Затем в России наступил период нового броненосного железного флота. Парусно-винтовое кораблестроение в 1861 году свернули 5 марта 1862 года именным указом императора Александра II главный порт в Архангельске. С входящим в него Адмиралтейством был объявлен упраздненным. Почти за 170 лет существования крупнейшей верфи России архангельские корабелы построили почти 500 торговых и военных судов.